МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И первая зимняя гонка для пилотов из Казани случилась в Лапландии. Далекой, холодной, но легендарной, благодаря не только родине Санта-Клауса, но и Арктик Лапланд-Ралли. Путешествия за Полярный Круг, а также самые значимые моменты Арктик-Ралли-2014 сегодня в программе студии Байер Видеоспорт. В 2014-м первый рабочий маршрут Казань-Раваниеме. Да, дорога не близкая, да и не теплая, но это только начало сезона. Надеемся, что в свой 10-й юбилейный раллийный сезон команда Тайф Ралли Тим будет оставлять результативный след во всех соревнованиях, в каких будет участвовать. Ну а лучшие моменты всех гонок с участием команды Тайф Ралли Тим вы увидите в репортажах программы студии Байер Видеоспорт. А еще по пути следования в Лапландию мы будем оставлять вот такие термосы, координаты которых будут объявлены в программе Видеоспорт. И тот внимательный телезритель, кто найдет вот эти предметы по координатам, которые мы укажем, получит призы от команды Тайф Ралли Тим и студии Байер. Кстати, первую закладку призовых термосов мы решили не откладывать в долгий ящик и выбрали, пожалуй, самое оптимальное для этого место. Полигон школы высшего водительского мастерства, который расположен на территории главного Казанского ипподрома, самое популярное место казанских автолюбителей и спортсменов. Практически каждые выходные здесь проводятся соревнования, вот и в день нашего отъезда в Лапландию здесь было многолюдно. Директор школы Олег Шатов по нашей просьбе, собственно, ручно заложил первый призовой термос студии Байер сезона 2014 года. Внимание всем, кто найдет призовые термосы! Информация, как выйти с нами на связь, находится внутри термоса в виде подробной записки инструкций. Ну вот термос я спрятал на нашей учебной площадке, где мы проводим соревнования. Так что ищите и получайте приз от студии Байер. Термос спрятан под знаком ограничения скорости 20 км в час. С чувством частично выполненной работы отправляемся в путь по направлению к российско-финской государственной границе по перегруженным и непростым автострадам родной страны. В это время команда Таиф Ралли Тим уже находилась в Лапландии, где проводила плановые тесты перед первой гонкой в сезоне. Тренировочные и рабочие процессы в 2014 году в команде будут под контролем тренера, известного специалиста из Литвы Йонаса Дерешкявичуса. Он уже сотрудничал с Таиф Ралли Тим, так что теперь уместно говорить о возвращении тренера в команду. Тренировочный опыт, несомненно, будет полезен в юбилейном сезоне. Очень надеюсь, что этот год с Йонасом принесет действительно плоды, потому что я понимаю, что я не в той области был, все эти деятели. Ну а мы уже почти в Финляндии. На дороге, которая ведет к пограничному контрольно-пропускному пункту Брусничное, есть отличное местечко, где вашу машину отмоют от российской дорожной грязи. В Финляндии ее просто нет в принципе. А также вкусно покормят, по-российски можно сказать. Называется местечко кафе Диора. На барной стойке кафе ищите второй призовой термос от студии Бай. Смело спрашивайте у бармена и читайте записку, которая находится внутри. На все про все 20 минут и можно брать курс на Раваниеме, столицу Лапландии, до которой от границы без малого тысяча верст. Чем дальше на север, тем отчетливее представляется, что гонка состоится в настоящих арктических условиях. Температура воздуха вряд ли поднимется выше минус 20 градусов по Цельсию. Суровая гонка, но желающих пройти ее испытания меньше не становится год от года. Ехали мы ехали и, наконец, доехали до родины Санта-Клауса. До Москвы 1366 километров, плюс 800 до Казани. Примерно такой путь проделывают пилоты, чтобы посоревноваться с достойными себе соперниками. Формат Arctic Rally двухдневный. За два дня экипажам предлагается преодолеть почти 250 километров спецучастков. В 2014 в гонку заявилось около 150 экипажей в 15 зачетных групп. Как раз по этому поводу и первая новость. На этапах финского раллийного чемпионата зачет полноприводной техники теперь будет разделен. В дивизион SM-1 будут заявляться обладатели машин классов Super2000, RS, RRC, A8 и WRC. А вот для так называемой стандартной комплектации, то есть машин класса N4 и R4, организовали отдельный зачет SM-2. Так или иначе, общее число экипажей полноприводников в Равниеме 2014 года собралось почти пять десятков. С любой точки зрения солидное количество. На стартовой подиумной церемонии по традиции интересуемся у пилотов планами на гонку, возможно на сезон. Первым заинтриговал Рико Тахко. Он едет в финский сезон на мини-купере, том самом, что постоянно ломался в концовке сезона прошлого. Да, проблемы были в прошлом году, говорит Рико Тахко, однако в межсезоне мы много работали с машиной, и теперь есть уверенность в том, что нам она поможет не просто выступить, но и выиграть титул. Вот так смело заявлять свои цели может только очень уверенный в себе и технике пилот. Интересно, что Тахко не забыл и о семикратном финском чемпионе Юхи Сало, действующем чемпионе, и определил его на вторую после себя позицию. Весело, ничего не скажешь. Ответ Юхи Сало был адекватен. Сало предположил, что выиграет чемпионат он, ярко не коробудистарым, а Рико Тахко в лучшем случае дотянет до бронзы. Что касается непосредственно гонки в Лапландии, то мы попросили прокомментировать тридстартовый спор Рико Тахко и Юхи Сало, российского пилота Радика Шаймиева, который за 10 лет хорошо изучил финское ралли и пилотов страны Тысяча Озер. Рико Тахко вообще очень такой перспективный и быстрый пилот, единственное, может быть, у него что-то все время технические, какие-то были неполадки. Я надеюсь, что машина у него будет хорошая в этот сезон. И я думаю, что он может посоперничать. Единственное, что я думаю, что Сало опыт Арктика ралли намного больше. Кстати, в планах самого Радика Шаймиева основной задачей в сезоне значится достойное выступление в чемпионате Эстонии. Финские гонки в календаре тоже есть, но они больше для поддержания тонуса в 10-й юбилейный раллийный сезон. Работали, работали, еще раз работали. 13-й год был вообще провальный, но я всегда говорил, что, наверное, это для того, чтобы нас, ну, закаляет к чему-то. Наверное, это и есть труд. Поэтому думаю, что этот 10-й сезон мы должны проехать уже, ну, так скажем, с ветерком, с результатами. В арктическом ралли 2014 года экипаж Шаймиев-Цветков стартовал на привычном Пежо 207 Супер-2000 в зачете СМ1 под 31-м стартовым университетом. Первая секция гонки была относительно непротяженной, 2,5 участка. Первый традиционный, 4-километровый, с заездом на заснеженный стадион. Отрезок для всех пристрелочный, позволяющий поймать рабочее настроение, темп движения, если угодно. Судя по результату, первый участок Таифовцы уверенно преодолели в числе пилотов первой 20-ки. Изначально темп казанцами был выбран многообещающий. Хоть и не было у экипажа задачи ехать на результат. Результаты про них не говорим, потому что мы его не делаем. Просто экипаж фокусируется на конкретные какие-то спортивные приемы и целиком результат на допе не везет. Они имеют внутренний фокус на свои задания. Второй спецучасток секции несколько смазал впечатление, но не потому, что ребята начали осторожничать. Однако по банальной причине. Начали догонять Киеса Бюргера и было немножко некомфортно ехать. Были не видны дистанции, где поворот начинается. И приходилось немножко заранее оттормаживаться. И потеряли немножко времени. Киес Бюргер – давнишний друг и соперник россиян из Казани. В Лапланде он ехал в зачете СМ-2 и по ходу первой секции проиграл Таифовцам порядка 45 секунд. Получается, что еще и придержал Шаймиева с Цветковым по ходу секции. «Да, было проблемно ехать, но мы все же доехали до финиша секции. Впереди еще много километров пути, и будем надеяться, что получится исправиться», говорил Киес Бюргер на финише секции с явно озадаченным выражением лица. Что ж, судя по кадрам, повезло голландцу, что зрители в Финляндии оперативно приходят на помощь. Лидером полноприводных зачетов в первой секции ожидаемо стал действующий финский чемпион Юха Сало. Официально его ланцер 10-й эволюции значился в группе СМ-2. К ближайшему одногруппнику, а им был Йони Нико, Сало в первой секции привез больше 40 секунд. В общем, намечалось абсолютное лидерство мастера с большой группой. «Я лидер гонки, и это меня устраивает», – говорил Юха Сало после финиша секции. «Однако гонка-то только началась, так что важно сконцентрироваться на работу. Это главное на данный момент для меня». Анонсированный оппонент Юхи Сало в Лапландии, Рико Тахко, завершил первую секцию на восьмой строчке протокола зачета СМ-1. На результат в какой-то степени сказался в том числе и штраф, который Тахко умудрился схватить на первом спецчастке. Однако почти на минуту он был медленнее Сало. Есть над чем поразмыслить, как говорится. «Главное, что я чувствую, что машины и все настройки работают отлично. Остается немного подождать, чтобы появилась по-настоящему конкурентоспособная скорость. Буду прибавлять, – обещал Рико Тахко. А по поводу Юхи Сало был вынужден признать, что соперник номер один – он. Но пока Тахко надеется вскоре поменяться с ним позиции». «Вот и опять весело в компании пилотов, раскрепостились». В Лапландии, кстати, был замечен представительный десант эстонских кончиков. И в первой секции «Арктик-ралли» они были не на последних ролях в полноприводном классе. Так Каспар Коэтла обозначил себя в тройке лидеров зачета СМ-2, ну а Муракас и Круда не затерялись в более массовом зачете СМ-1. Роланд Муракас завершил первую секцию с перспективой на место в топ-десятке. Племянник знаменитого эстонского пилота ехал Арктику на девятой эволюции Лансеры под семнадцатым номером. И в первой секции отличился еще и тем, что снес с обочины дороги почтовый ящик кого-то из местных жителей. Но извините, ралли есть ралли. Да все нормально, проехали первую секцию в целом неплохо, но надеюсь, что буду ехать лучше на следующих спецучастках. В стиле советского школьника, отрапортовал Роланд Муракас. Лучшим среди эстонцам и быстрейшим в группе СМ-1 по итогам первой секции оказался Карл Круда. Высокий стартовый номер, седьмой, Карл получил во многом благодаря тому, что ехал в Арктике в одной команде с Яни Тохиной и Ярко Никкорой в команде «Принтспорт». Однако первая секция показала, что «Форд Фиеста», мультяшно разрисованный, способен наделать шумы на дорогах Лапланди. Проиграл по времени Круда только Юхисалу 20 секунд. Начал, прямо скажем, многообещающий. Второй представитель России в полноприводном классе машин Евгений Черкасов пилотировал в Арктик-ралли «Субару импрезой СДА» в зачете СМ-2. 2014 год, пятый для Черкасова в серьезном ралли и в финском в том числе. Тоже маленький и юбилей, можно сказать. Возможно, в этом сезоне пилот планирует порадовать себя значимым результатом в чемпионате Финляндии. Я думаю, что для этого Евгений Черкасов должен был сесть за руль лет 25 раньше. Не, 25. Лет 30 раньше, наверное. Вот тогда бы Евгений Черкасов мог говорить, что да, я готов давать результат и даже попытаться кого-то заинтересовать, что я мог быть перспективным с точки зрения спонсорства. Но, собственно говоря, сейчас несколько другая ситуация, другие задачи, в общем-то другие цели. Наверное, основное – это все-таки больше и больше получать удовольствие и стараться, наверное, все-таки ехать правильно. Ну а мы заглянем ненадолго в сервисный парк, где уже почти все готовы к старту во второй секции гонки. Интересно, а какие покрышки используют пилоты в ралли «Арктик»? Спортивные зимние шины выглядят очень серьезно. И никаких ограничений по поводу резины организаторы ралли не вводили. Команда «Таиф», например, обувает свой боевой «Пежо 207 Супер 2000» в Мишлен. Выбор комментирует Йонис Зерешкевич. Всегда нужно использовать тот инвентарь, который самый массовый, который применяется на чемпионате мира. Тогда тот производитель, как правило, всегда имеет финансирование, и у него всегда идет работа по разработке дальнейшей. И в каждом году появляются все новые и новые смеси, состав, резины, и с каждым годом она становится чуть-чуть быстрее. Просто брать какой-то недешевый или неизвестный продукт чуть-чуть рискованно. И если ты хочешь проверить свою скорость, сравниться с самыми быстрыми, ну, надо использовать тот же самый инвентарь, который и они. А еще из технических новинок сезона стоит отметить новый навесной свет, который пилоты используют во время гонок в ночное время. Вторая секция «Арктик ралли» как раз проходила под покровом ночи. Полярные дни короткие, и раллийная темнота неизбежна для всех участников гонки. Да, фары изумительные у нас, мы их проверяли в темноте, тестировали, и вчера на шагдауне покатались, прекрасно светят. Единственный минус – сегодня нет ветра, и может стоять пыль, и фары, которые пробивают вдаль, они могут, ну, не сработать. Будет стена, пелена стена, вот такая. Ну, посмотрим, будем надеяться, что все будет хорошо. Таифовский «Пежо 207 Супер 2000» с навесными светильниками смотрится симпатично, неправда. Да и судя по охвату светом территории, можно было предположить, что в темноте экипажу комфортно едется. Но те моменты, что мы видим, это только малая толика всего пути, проделанного на третьем и четвертом участках второй секции. 69 километров – такова протяженность упомянутых отрезков, так что самая объективная информация может исходить только от самих пилотов. Тем временем температура воздуха в Лапландии уверенно стремилась к отметке минус 30 по Цельсию, а это не есть хорошо для всех участников раллийного мероприятия. Исходя из цифр статистики, таифовцы не выпали из ритма и оба протяженных отрезка ввезли времена верхней двадцатки. Перед стартом заключительного в секции отрезка в 4 километра по стадиону мы отыскали ребят в потоке. Покидать салон машины в трескучий мороз им точно не хотелось. Одежда не та. Как я и говорил, мы столкнулись с этой проблемой пыли снежной, и ничего не видно было. Пришлось заранее оттормаживаться, и потеряли очень много времени. Кстати, если предположить, что между россиянами Шаймиевым и Черкасовым существует неформальный зачет, то после четырех спецучастков татарстанец впереди всего на две секунды. Видимо, Черкасову удалось где-то прибавить больше, чем татарстанцу. В морозной паузе Евгений ответил на вопрос, а есть ли желание быть первым среди россиян. Если сейчас этим заниматься, то можно в сугробе оказаться. Так лучше. Ну, можно стараться ехать более-менее нормально, а там дальше уже будет видно. Тут, конечно, элемент соревновательности. Куда же без него. Похоже, этот пресловутый элемент соревновательности сыграл с Евгением Черкасовым злую шутку на заключительном отрезке второй секции. Поездил по снежным сугробам пилот, потерял, естественно, уйму времени. В свою очередь, Радик Шаймиев на ипподромный участок настраивался, что называется, во всеоружии. Ну, во-первых, на четырех километрах пути он был быстрее россиянина-оппонента на 12 секунд. А во-вторых, в зачете СМ-1 десятое время показал. В какой-то степени показательным можно считать прыжок Таифовского Пежо на трамплине. Ну, вот эти вот все, они вот тут вот складываются и на трамплине. Думаю, надо тут, надо полностью газ. Потому что что-то сначала так жалел, второй раз уже проверил. Ну, завтра прыгнем. Так это, выходит, еще не максимальный был прыжок в исполнении казанцев. Что ж, тем интереснее будет завтрашний день. А пока в расположении команды все по-рабочему, с покоем. Первый день без происшествий. И можем продолжать завтра гонку спокойно. Нужен более глубокий анализ, но эмоциональное ощущение, что они справились с своим заданием. Так, если так одним словом описать. Тем временем в зачете СМ-1 во второй секции произошла смена лидера. Теперь список возглавляет Яни Туохину. Почти три года об этом пилоте не было слышно. И вот случилось возвращение в ралли на новейшей технике. Блок-лайнца Туохина пилотировал Ford Fiesta R5. Сложно сказать, насколько быстро Яни наберет форму, но пока у него все неплохо. Ярко Никкара, правда, на пятки наступает Яни Туохину. В Арктик-ралли Никкара стартовал на своем любимом, проверенном в деле, лансере девятой эволюции. Том самом, который помог пилоту здорово проявить себя в Нест-ралли 2012 года, когда Ярко Никкара приехал к финишу 13-м в абсолютном зачете. Теперь в Арктик-ралли 2014-го Никкара ведет борьбу за лидерство в зачете СМ-1 и отстает от Яни Туохина по итогам двух секций на 11,4 секунды. Весь день что-то с мотором не так. Никак не могу вывести его на полную мощность. От этого и проблема в пилотировании. Может быть, завтра удастся ускориться как следует. Посмотрим, констатировал Ярко Никкара на финише второй секции. При Кутаху завершил день на третьей протокольной позиции в зачете СМ-1. Две минуты от лидера Туохина, минута от Никкары. Но это уже неплохо, ведь в прошлом сезоне выше пятого места Тахко вообще не поднимался. На финише Рико говорил, что доволен первым гоночным днем Арктик-ралли и, судя по всему, был намерен серьезно потрудиться днем вторым, решающим. Скорее всего, по ощущениям, будет рисковать. Перестановки в протоколах зачета СМ-1 спровоцировал Карл Круда. Он, напомним, отправлялся на вторую секцию лидером, но упрочить позицию не позволила техника. Вышел из строя дифференциал и машина досрочно отправилась в сервисный парк. Не повезло однозначно. Единственным пилотом, кому не было причин волноваться по итогам первого дня Арктик-ралли, был лидер полноприводного класса Юха Салу. Три минуты преимущества в ближайшем соперникам в зачете СМ-2. Около 40 секунд абсолютного преимущества. Вот его результат. Все здорово. С нетерпением жду завтрашнего дня. А ведь завтра нас ждут фантастические спецучастки. Вот так коротенько подытожил саловыступление и анонсировал день грядущий. И все-таки Санта-Клаус. Быть в Раваньеме и не зайти в гости к бородатому зимнему волшебнику, ну невозможно. Экипаж команды Таиф не стал исключением. Радик Шаймеев и Максим Цветков, можно сказать, эмоционально расслабились после трудного рабочего дня на территории сказки. Радик Шаймеев и Максим Цветков, можно сказать, эмоционально расслабились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Оказывается, он есть. Спасибо, что субтитры не было. а это самый что ни на есть полярный круг может быть санта клаус согласится спрятать для наших телезрителей один из наших термосов санта клаус оказался человеком творческим сразу смекнул что к чему любой конкурс как раз в духе волшебный не никаких проблем сказал санта больше того для телевизионных болельщиков ралли он выдал довольно информативный экспромт рассказал что зимой в лапландии традиционно холодно что ближайшие два дня в его царстве будет минус 30 и ниже так что если вы будете в числе зрителей арктического ралли то термос вам очень даже пригодится сказал санта горяченького на морозце выпить не помешает сохранить внутреннее тепло крайне важно для человека я обязательно отдам этот термос тому счастливчику кто первым спросит у меня про него правда чтобы было интереснее я спрячу пожалуй термос где-нибудь в укромном уголке моего большого волшебного дома да я напомню что тот кто первым найдет у меня термос получит отличный подарок итак удачи искателям удачи болельщикам я люблю зиму и крепких людей которые не боятся мороза еще раз удачи всем так что уважаемые телевизионные болельщики если будете в равниеме зайдите к санте заберите наш призовой термос прочитайте записку которые находятся внутри и выходите с нами на связь первый день большого ралли завершён пилоты отправились анализировать ситуацию а мы отправились за очередным чудом света северным сиянием и нам можно сказать повезло волшебное северное сияние разделила первый и второй день легендарного арктического ралли 2014 года следующей программе смотрите продолжение борьбы пилотов с холодом снегом соперниками и время кто вытянул счастливый билет в этой борьбе кому доведется побывать на подиуме после финиша большой гонки все подробности второго боевого дня арктика план трали 2014 смотрите в ближайших выпусках нашей программы это видеоспорт всем удачи всем